Итак, меня зовут Сергей Рябов. Может быть, вы были в прошлом году на моем докладе на Mobius про аннотации в Котлине. И сейчас я снова буду рассказывать про аннотации. Но на самом деле немного с другой стороны. Мне бы хотелось узнать, кто из вас думает, что знает, как работают аннотейшн процессоры в Java. Хорошо, отлично. А кто сам писал уже аннотейшн процессоры где-то у себя на работе? Так, чуть поменьше. Тогда не зря я вставил небольшой рефрешер. Давайте пробежимся, но достаточно быстро, потому что все-таки не про аннотейшн процессор как таковой доклад. Итак, аннотейшн процессинг на текущий момент это реализация GRSAR 269. Что это значит? Это значит, что сейчас аннотейшн процессинг работает внутри Java, как часть компилятора. Вы можете добавлять свои аннотейшн процессоры весьма просто. Если мы говорим здесь о мобильной разработке, скорее всего мы пользуемся Gradle, то в Gradle это dependency конфигурация аннотейшн процессор. И из вашего артефакта с такой конфигурацией добавленного в build.config Java просто достанет по такому пути точку входа в ваш аннотейшн процессор и запустит нужный класс файл. И немаловажно отметить, что аннотейшн процессинг в Java поддерживает несколько проходов при обработке аннотаций. То есть если вы сгенерили после первого прохода вашего какой-то код с аннотациями и они требуют обработки аннотейшн процессорами, то этот новый сгенерированный код попадет на вход следующего раунда процессинга и так, пока нового кода не останется. Как это выглядит на практике? Вот у вас есть ваши Java файлики. При компиляции сперва это все попадает в APT, annotation processing tool, Java, который разбирает аннотации, что-то с ними делает, валидирует, нет, но наверняка генерирует код. И этот сгенерированный код вместе с тем, который написали вы, попадает в Java уже при компиляции. Я здесь разделил APT с Java на разные кубики, скажем так. Но на самом деле это все происходит внутри одного компилятора. На выходе получается что-то исполняемое, исполняемые класс файлы. Что происходит у нас с Kotlin? Вы уже работали, если вы пишете на Kotlin, пишете под Android, наверняка вы работали уже с аннотейшн процессорами, вы подключали там Dagger, Butterknife, вот это вот все. То есть очевидно, annotation processing в Kotlin как-то работает. Как он это делает? Все началось с того, что APT, как ни странно, не может работать с Kotlin файлами, потому что это Java-тула. Значит, для того, чтобы работал у нас аннотейшн процессинг в Kotlin, нужны были какие-то телодвижения от JetBrains. Комьюнити пушила, Kotlin пытался, Kotlin использовали в своих проектах, комьюнити пушила, поэтому JetBrains должно было найти выход из ситуации. Какие были варианты рассмотрены? Во-первых, довольно очевидный вариант — это попробовать реализовать JSR собственноручно Kotlin командой. Это изначально порочный путь, потому что работы много, свои будут новые баги и т.д. и т.п. В общем, сложно. Второй вариант — это попробовать из Kotlin сгенерить Java файлы и обрабатывать их обычным APT, как это делает Java компилятор. Здесь сложность в том, что не всегда просто перевести Kotlin файлы в Java исходники, и это может быть сопряжено с большой болью. А второй момент в том, что вы сначала должны перевести ваши исходники в Java, потом Java запроцессит ваши аннотации и сгенерить что-то новое, а потом все равно ваши исходники должны будут попасть в Kotlin компайлер и еще раз запроцесситься, скомпилироваться. Два раза нужно будет их обрабатывать. Тоже не очень хорошо. И третий способ — это взять ваши Kotlin файлы, скомпилировать их изначально Kotlin компайлером и подать на вход в компилятор Java, в APT тоже, потому что APT с класс-файлами отлично работает. Это наиболее продуктивный с точки зрения работы билда, компайлы вариант, но есть одна проблема. Даже так. Изначально именно потому, что с точки зрения перформанса и времени сборки этот вариант выигрывал, его и выбрали. Казалось бы, все вообще отлично и работать будет замечательно, но нет. Потому что для того, чтобы ваши Kotlin файлы имели доступ к тем файлам, которые сгенерированы при аннотечном процессинге, они не должны быть уже скомпилированы. То есть получается, что все, что у вас произойдет на этапе компиляции Java, все, что будет сгенерировано после прохода аннотейшн-процессинга Java, у вас не будет доступно для Kotlin, потому что Kotlin файлы уже скомпилированы. То есть если вы, например, занимались разработкой на Kotlin когда-то еще давно, во времена первого капта, то вы наверняка помните времена, когда вам приходилось, например, Java реализацию делать аппликейшена во всем проекте, который был на Kotlin, единственный файл, возможно, был на Java, для того, чтобы подключить там даггер-компонент, который был сгенерирован при аннотейшн-процессинге. Это нас не устраивало, и JetBrains это тоже не устраивало с точки зрения юзабилити, и поэтому пошли по второму варианту, но немного видоизменив. Мы не стали, точнее они не стали полностью генерировать Java файлы. В итоге происходит генерация стабов, то есть есть сигнатуры классов и сигнатуры методов, которых достаточно для того, чтобы обрабатывать дальше аннотации. И это уже идет на вход в аннотейшн-процессинг-тулу, а компилятор уже после компилирует нормальные котленовские исходники, как он привык это делать. И стоит здесь также отметить, что, к сожалению, некоторые непреодолимые на текущий момент технические особенности реализации котлен-аннотейшн-процессора, капта, внутри не дают возможности пользоваться множественными раундами котлен-генерации при работе с котленом. Схема. Как это работает в котлене в итоге? Есть пачка котленовских файлов. Они сначала поступают на вход капта, котлен-аннотейшн-процессор-тула, который генерирует Java стабы. Вот эти все самые Java методы и классы без реализации реально тела методов. Потом это все отдается уже на вход APT, то есть нашим стандартным процессинг-тулам, которые работают с Java кодом. Дальше происходит генерация каких-то файлов вполне себе котлена. И файлы сгенеренные вместе с файлами, которые написали вы, попадают уже в котлен-компайлер и выдают какой-то output нам рабочий. В принципе, все достаточно понятно. Мы отчасти сэкономили на том, чтобы два раза обрабатывать наши исходники, но в то же время обработка все-таки происходит, некоторая избыточная. Мы с точки зрения перформанса экономим на том, что после работы капта у нас есть уже некоторые данные при анализе исходника, которые получены. Они уже используются потом на втором шаге при компиляции исходников. Логично предположить, что если у нас конечной обработкой аннотации занимается тот же самый APT, то и реализация аннотейшн-процессора в принципе мало чем будет отличаться. И это верно. То есть мы берем, реализуем абстрактный процессор, который уже имеет часть дефолтных каких-то реализаций. В нем указываем, какие опции компилятора мы поддерживаем, какие типы аннотации мы обрабатываем, какую версию компилятора Java мы поддерживаем, переопределяем методы, отвечающие за инициализацию аннотейшн-процессора и непосредственно за процессинг. Все должно быть знакомо, если вы работали с аннотациями. К сожалению, таких меньшинство. Но да ладно. А вот что происходит дальше. Дальше проблемы. Собственно, откуда и возникла тема этого доклада. Второе свойство, точнее, второе следствие того, что обработкой аннотации занимается тот же самый APT, что и в Java, и работа идет на Java-овых исходниках на самом деле, является то, что у нас нет возможности у APT получить Kotlin-специфичную информацию о наших исходниках. То есть у нас нет информации о том, nullable типы или non-null в type-системе Kotlin. У нас нет информации о том, есть дефолтные аргументы или нет дефолтных аргументов. Нет информации о сил дата-классах. В общем, у нас ничего нет. И вы скажете, неужели нам ничего здесь не может помочь в этой ситуации. И максимум, чем нам придется довольствоваться, это аннотациями, которые автоматически Kotlin-компилятор добавляет на лобилити и non-null в Java-стабах. Пытливый слушатель, возможно, задаст вопрос, а как же так, если когда Kotlin-компайлер работает со сторонними библиотеками, написанными на Kotlin, то есть с класс-файлами, он, очевидно, имеет эту информацию о системе типов Kotlin и так далее и умеет с ней работать, несмотря на то, что байт-код-то Java все-таки. И я тут отвечу, что у нас действительно есть возможность даже в Java-овых исходниках получить как-то эту информацию. И герой, который нам в этом поможет, почему-то кликер мой не работает, это... Я так долго их нарезал на части. Это метадата, а точнее аннотация метадата. Если вы смотрели когда-нибудь в Kotlin-байт-код Viewer в среде, в IDE, то наверняка видели вот такую похожую конструкцию и вот эти вот странные портянки в полях. И, может быть, вы даже задавались вопросом, а что это за билиберда такая? Я вот тоже задался вопросом. Оказывается, метадата — это такая специальная аннотация, которая служит как раз для того, чтобы каким-то образом обогатить наши Java-овы исходники, Java-овы классы информацией о том, что же происходило в Kotlin на самом деле. аннотация class-level или type-level, то есть она будет у вас висеть на скомпилированных классах, enam-ах, интерфейсах и так далее. Она доступна как в runtime, так и в compile-time, то есть рефлексия на самом деле тоже использует ее, Kotlin-овская рефлексия. И, как я уже говорил, компилятор тоже использует именно эту информацию для того, чтобы делать какие-то выводы о тех класс-файлах, которые пришли нам при компиляции на вход. Что же находится внутри этой метадаты? Такие поля, как MV, BV, K, D1, D2, ну и так далее. Вы скажете, возможно, что ты несешь, докладчик, и действительно это какая-то похожая на клинопись штука, имеет расшифровку свою, более понятно. Эти поля отвечают за версию метадаты, за версию байт-кода Kotlin-овского, за некий тип. И вот здесь вот пошли поля, которые нам реально важны. Kind отвечает за то, что за класс проаннотирован метадатой. То есть либо это обычный Kotlin-овский класс, либо это синтетический класс, который был сгенерен компилятором, например, для лямбды. Либо это класс, который является объемлющим для нескольких классов. То есть в Kotlin есть аннотация jvm-multifile-класс, который позволяет несколько Kotlin-овских классов объединить в один джавовый. Вот это вот здесь тоже будет отражено. Я пока продолжу. Так вот там еще была аннотация d1 или data1. Там на самом деле содержится как раз сами цимис наших данных про Kotlin. И мы немного с вами поговорим о том, что там внутри, чуть-чуть попозже. Как он называется? mx. Да. Connections нет. В data2 тоже находится нечто важное для нас. А вот extra string, extra int и package name предлагаю вам почитать в документации. Там не столь важно. И тут бы время нажать на кликер, но будем смотреть на горы. Да, конечно. Да, конечно. Нет. Там всего две даты. Это точно. Да, да, да. Время для вопросов. Пятиминутка. Есть две опции. Есть… Да, да, да. Там абсолютно та же самая ситуация, потому что backend annotation processing тот же самый. И вот здесь есть методы supported annotation и option types. На самом деле, если их не переопределять, они по умолчанию в реализации берут аннотацию, которая навешана на annotation процессоре. То есть есть два варианта. Можно либо в методе, либо в аннотации это указать, и это работает. Еще вопросы? Ладно. Продолжим по память. Итак, самое важное у нас находится как раз в полях kind, data1 и data2. Если мы захотим это дело как-то обрабатывать… Мне кажется, или появился эхо? Если мы захотим это дело как-то обрабатывать, то нам надо знать, что происходит внутри data1 и data2. И с помощью некоторого времени, затраченного на чтение мануолов, мы выясняем, что в data1 у нас лежит просто скомпиленный protobuf. Я почему-то очень сильно себя слышу. Все хорошо. Возможно, мне кажется, я только что из Амстердама с Kotlin.conf. Может быть, в этом проблема. Так вот, чтобы, значит, обработать наши аннотации, как я уже говорил, мы можем взять data1 и попробовать распарсить protobuf, который лежит внутри, отталкиваясь от того, что это в kind. То есть в зависимости от того, что в kind, у нас может быть разный формат protobufа использован. И вот здесь, вот в репозитории JetBrains мы можем посмотреть на определение protobufовских типов для задания этой информации, корлин специфичной. Выглядит это вот примерно так. Выглядит это примерно вот так. Например, описание типа со всеми полями касательно того, как у нас поля инвариантные, in или out, или там звездочка вообще находится, аргументы этих type-параметров, reified параметр или нет. Не обязательно читать весь этот слайд. Это не столь важно. Важно то, что у нас здесь protobuf, а с protobufом, в принципе, мы способны работать. Это значит, что у нас есть как минимум несколько возможностей как-то это дело достать из аннотаций. Первое, это, конечно же, наши руки. Мы можем просто взять те proto-файлы, которые есть в репозитории, взять, написать protobufный компилятор, сгенерировать точнее и использовать его. Но если у нас руки с специфичным интерфейсом доступа к взаимодействию с миром, то, возможно, нам не захочется этого делать. И на этот счет у нас есть две небольшие библиотечки. Первое, это продукт комьюнити, а точнее Евгению Марлетти, такой товарищ, который тоже задался вопросом, что же лежит внутри метадаты, и достал, в принципе, все вот эти proto-объявления из репозитория JetBrains, и за нас сделал вот ту самую рвоту, которая была на предыдущем слайде. Сгенерил компилятор, написал к этому делу понятный котленовский API, и этим можно пользоваться. На самом деле, этим даже пользуются в продакшене сейчас несколько библиотек, такие как Moshi и Room. Но есть один нюанс. Это библиотека от комьюнити, то есть ее нужно поддерживать отдельно, ее нужно синхронизировать с версией котлена, который обновляется независимо от этого всего, JetBrains и т.д. и т.п. Если мы этого не хотим, то есть у нас еще вот так... То есть у нас еще библиотека kotlin.x метадата, отличается на одну буковку x, будьте внимательны, которая является продуктом именно JetBrains, и по сути вся библиотека — это рефакторинг того кода, который использует компилятор. То есть они потихоньку вытягивают это дело, причесывают API и выкладывают это дело в open source. Тут есть один нюанс, что библиотека в августе вышла версия 004. Пусть это вас не смущает, на самом деле ее реально можно использовать. То есть все косяки, которые связаны более с компиляцией, с обработкой всех фич языка и т.д. и т.п., они уже пофикшены, и работать с этим можно, что я продемонстрирую сегодня. И давайте снова вернемся немного к теории аннотейшн-процессинга и поговорим о том, как принято, скажем так, работать с аннотациями. Есть два подхода к этому. Это API на основе визиторов, такой паттерн объектно-ориентированного программирования, и API на основе domain-object-модели нашего исходника, то есть, скажем так, дерево синтаксическое того, что представляет собой исходник. Как это выглядит в Java? В Java Visitor API представлен вот таким вот элементом, точнее даже так, корневой элемент аннотейшн-процессинга представлен интерфейсом element. И у этого интерфейса есть метод accept, который принимает на вход, собственно, визитор. Что здесь происходит? Если мы хотим обойти целиком всю древовидную структуру, находящуюся под конкретным элементом, под классом, под методом, то мы запускаем метод accept, передавая ему визитор. А визитор представляет собой набор callback, которые будут вызваны при встрече того или иного элемента. Это все очень похоже на стриминговую обработку XML, если вы когда-либо этим занимались. Есть метод visit, который вызывается при входе в элемент сам. Метод visit package, если он находит дочерний элемент, который является пакетом, типом, переменной, каким-то executable, что может быть методом, конструктором, еще чем-то таким. Type параметр, если это тип, ну и так далее. Возможно, встретится какая-то непознаваемая конструкция, тогда нам тоже можно это как-то обработать. Характерной чертой java API является то, что визиторы вот в этих методах принимают уже готовый кусок. То есть у нас есть готовый элемент, посвященный пакетжу или посвященный типу. Это будет важно дальше. Как может выглядеть пример annotation процессора с использованием visitors API? Обычный шаблончик, тот, который мы видели уже до этого. Нам нужно реализовать метод процесс. Что мы делаем? Мы сначала получаем все элементы, проаннотированные аннотацией, например, builder. В нашем примере мы хотим обработать, скажем, подход, схожий с auto-value. Мы генерируем билдеры по существующему классу, дата-классу. Читаем аннотацию на типе и потом просто проходимся по всему этому типу некоторым визиторам, которые реагируют на встреченные нами переменные или поля, в данном случае поля класса, и как-то их хендлят у себя внутри под капотом. Вот такой пример обработки с помощью визиторов. Если мы хотим посмотреть на то, как работает дом-like API, то важно обратить внимание на вот такие особенности, на такие методы в этом элементе, которые предоставляют нам возможность гулять по древвидной структуре. Это getEnclosingElement, который позволяет посмотреть, где мы находимся, получить родительский элемент. Это getEnclosedElements, который отдает нам все дочерние элементы, и метод kind, который отвечает за то, чтобы понять, что мы есть за такое. Мы тип, мы метод, мы field и так далее. В таком случае, например, захотели мы обрабатывать аннотацию bindView, очень похоже на ButterNive. Наверняка все знают, что такое ButterNive. Здесь нам нужно посмотреть не аннотацию на типе, а аннотацию на каждом элементе. Поэтому мы просто берем все элементы, проаннотированные bindView. Так уж вышло радостно, что все эти элементы у нас должны быть полями. Мы проверяем, что это действительно поля, вызывая метод kind. И дальше обрабатываем эти аннотации внутри какого-то метода handleVariable. Надеюсь, разница примерно понятна между этими подходами. В зависимости от того, с какой стороны вам нужно подойти к обработке аннотации, имеет смысл использовать тот или иной. А как же работает KotlinX metadata? Вернемся теперь в настоящее время в реальность и Kotlin. К сожалению, KotlinX metadata имеет под капотом только один вид API. И это API на основе визиторов. Довольно low-level, и с ним может быть сложно работать. И ребята хотят написать нечто похожее на DOM-like API. Чуть-чуть попозже они этим уже занимаются. Как выглядит здесь API визиторов? Это не визитор на какой-то конкретный элемент, а набор визиторов под каждый. И у каждого такого визитора есть набор методов visit. Давайте глянем, например, с разбором type-параметра. Как можно видеть, здесь параметров несколько больше, чем в предыдущем примере, в случае с Java. И выглядеть, точнее, соответствовать это будет следующим вещам. Положим, у нас есть объявленный тип type с дженериком. Метод visit.type-параметр будет отвечать за одно единственное действие. За обработку вот этой вот конструкции, которая внутри угловых скобок. И на вход нам придут следующие штуки. Это флаги, просто на самом деле это int, это type-алиас на int. В битовой маске записаны флаги с некоторой специфичной информацией. Дальше придет имя этого type-параметра, в данном случае e. Реально просто e. И некоторый id, который будет отвечать за этот же тип, если он будет встречен больше одного раза. То есть вам, возможно, в некоторых коллбеках придет просто id-шник этого типа без его полного описания каждый раз при каждой новой встрече. И variance, который отвечает за то, что у вас за ключевое слово-то написано. In, out, либо там ничего нет. Если вы задаетесь вопросом, а как же узнать, что за upper bound type у нас написан в этом дженерике, то ответ здесь нелогичный немного. Информации об этом в конкретно этом методе у нас нет. И для того, чтобы эту информацию получить, из этого метода нужно вернуть еще один визитор. Попахивает уже рекурсией сложной. Вот. Давайте взглянем еще раз на то, как это все дело соотносится с тем, что было в Java. Если в Java такой метод возвращал нам готовый type-параметр... Да, что такое? Если в Java такой метод нам возвращал type-параметр элемент готовый, то здесь у нас получается набор входящих полей каких-то и еще и визитор, который будет заниматься обходом того, что внутри. В общем, получается такой конструктор Lego собери сам, и инструкции к нему нет. Давайте взглянем на пример. Например, захотели мы, например, сделать кодогенерацию GSON адаптеров для работы с JSON данными, которые нам приходят. Не полагаться на рефлексию, которую GSON предоставляет, а генерировать это дело в коде. Генерация будет запускаться по аннотации GSON адаптер, которая навешана, например, на нашем дата-классе. Весьма простой пример. Навешиваем аннотацию, будет сгенерен type-адаптер. Как мы это дело все запилим? Вот у нас есть аннотация, уже известный нам цикл for, который получает все элементы, помеченные этой аннотацией. И дальше мы в одном методе собираем всю информацию про наш исходник, и в другом методе мы генерируем наши файлы. Давайте провалимся внутрь вот этого метода getInputFrom и посмотрим, что там происходит внутри. Для начала, так как мы получаем всю информацию из методаты, нам нужно достать аннотацию. Выглядит это будет примерно следующим образом. Мы получаем из элемента обычную аннотацию методата, а дальше интересный кусок, который уже предоставляет библиотека KukulinX методата. Нам нужно взять и сгенерировать хедер, кортиновский хедер. Довольно странно видеть здесь опять эти криптические символы и почему они вылезли в публичное IP. Я, к сожалению, ответа не имею, я тоже вопросом таким задавался. Ребята из Кортлина обещают это все убрать от наших шаловливых рук, которые могут неправильно это использовать и просто предоставить удобный метод для этого. Получив хедер, мы дальше просто достаем методату из нашей библиотеки. Что есть методата? Методата — это sealed класс, который имеет внутри вот таких вот наследников. Ничего не напоминает? Эти наследники один в один мапятся на разные варианты поле kind. То есть если у нас пронотирован этой аннотацией класс файл, в данном случае мы интересуемся именно дата класс файлами, то у нас будет там класс. Получаем методату, проверяем, что это реальный класс файл. Если нет, жалуемся на это. И дальше вызываем visitor. Все примерно так же, как было в предыдущих примерах, но сложнее. Очевидно, что для того, чтобы сгенерировать по класс файлу адаптер, нам нужно знать несколько вещей. Нам нужно знать полное имя класса, нам нужно знать все его параметры конструктора, их типы и, возможно, дженерики. В методе visit просто, без всяких суффиксов, мы получаем информацию именно о том классе, куда мы зашли. Достаем его обычное имя, его пакет и fully qualified имя для того, чтобы, например, вызывать конструкторы, для того, чтобы потом это дело импортировать в код. Мы же не забываем, что мы генерим код. Дальше мы хотим разобрать конструктор и собрать все параметры, которые там описаны. Во-первых, проверяем, главный ли это конструктор, чтобы, не дай бог, не напороться на обработку всех остальных. Что такое isPrimary конструктор? И вот эти вот самые flags, про которые мы немного упомянули ранее. Вот такие вот extension property, которые я описал. То есть опять в библиотеке, в самой это выглядит вот как вторая строчка, что тоже немного срывает башку поначалу, почему мы передаем наши флаги вот таким вот образом. Тем не менее, как я говорил, флаги это битовые просто маски, то есть это int. Там идет сверка по битовыми операциями. Таких extension'ов можно наплодить достаточно много, потому что нам может понадобиться много разных разновидностей, информации дополнительной. И после этого мы возвращаемся снова в конструктор, достаем оттуда информацию о том, какие параметры мы встретили. Это, как я уже намекал ранее, требует от нас реализации вложенного визитора, который возвращается из этого метода, который уже будет отвечать конкретно за value параметр visitor. Внутри него есть метод visit type, который посещает тип этого параметра, из которого в свою очередь нужно вернуть кейм type visitor. пока рекурсия наша не зашла слишком глубоко, и мы все не заскучали. Давайте немного разберемся, почему так происходит. Вся эта иерархия визиторов, она работает на уровне компилятора, именно поэтому API максимально low level, для того, чтобы это работало все максимально производительно. Поэтому мы со своей точки зрения, как юзеры, можем разделить нашу обработку на какие-то логические кусочки. И вот если посмотреть, что у нас за методы есть внутри кейм type visitor, например, visit abbreviated type, который отвечает за посещение тип алиасов, или visit argument, мы увидим, что там опять возвращаются кейм type visitor, то есть visitor, которые отвечают за обработку типа. То есть то, что нам бы не хотелось реализовывать абстрактными классами, анонимными классами раз за разом. Поэтому мы просто возьмем и сделаем общий visitor, который собирает всю информацию о типе, которую мы можем использовать потом везде. Мы должны реагировать на флаги, мы должны иметь какой-то callback, который нам отдаст всю собранную информацию. Из типа мы должны получить его полное имя, информацию о том, nullable он ли или нет, и его параметры дженериков. Важно отметить, что кроме методов, которые отвечают за посещение конкретного элемента той или иной ячейки дерева синтаксического, у нас есть еще методы visit end, которые вызываются всегда в конце обработки элемента. И здесь можно всю информацию собранную собрать в одну кучу, что мы, собственно, и сделаем. Положим, что в type argument у нас есть информация о дженериках, в fully qualified имени у нас есть информация о классе, и заполним все эти поля. И вызовем наш callback, который отдаст это все дело в сторону пользователя. Дальше, очевидно, нам нужно собрать все эти поля, которые мы используем в visit end по пачке других методов. В visit классе мы достаем полное имя класса. В методе, который посвящен посещению type aliase, мы делаем еще одну вложенную структуру, которую в свою очередь использует наш уже type visitor, и просто в callback мы уже будем иметь конкретный элемент, который отвечает за тип. Вот этот id самый. То есть мы берем оттуда fully qualified имя, которое будет отвечать не за класс, который лежит под type элементом, а за сам type элемент. Достаем type aliase, достаем параметр, то, о чем я говорил. Когда у вас несколько раз type параметр встречается, он будет вам возвращен в таких visit методах через id-шник. Поэтому вам нужно где-то вне, в вашем собственном коде, хранить кэш по id-шнику, который позволяет доступиться до параметра, до типа. Дальше мы посещаем все аргументы, типовые аргументы нашего класса и записываем все это дело в коллекцию дженериков, которыми параметризован наш класс. Тоже используя наш visitor. Наконец мы подошли к концу. В нашем главном классе, который занимается обходом всех полей конструктора, мы просто вызываем описанный, генерализованный type visitor и собираем всю эту информацию в некоторый доменный наш внутренний объект, параметр, который будет содержать всю информацию. И в конце такого метода accept, который запустит visitor и пройдет по всему классу, у нас будет какая-то сгенерированная структура для генерации кода. Все такие параметры собраны, все информации о классе и т.д. и т.п. Что позволит нам уже заняться непосредственно генерацией кода, что вы можете проделать, как вам больше всего нравится. Либо стринги конкретинировать, либо, например, использовать специфичные библиотеки. Я вам сейчас покажу просто, как это все работает на практике. Еще раз запустить? Сейчас. Сеть выключена. Проблемы с лайф демо начались еще до лайф демо. Проблема с лайф демо. Проблема с лайф демо. Может быть, у кого-то есть пока что вопросы, я могу на них ответить. Это то же самое, что build gradle, только написанное на Kotlin. Удобнее с той точки зрения, что code completion работает более живо за счет того, что статическая типизация. Но, например, по умолчанию там включен реимпорт, и поэтому если вы что-то там пытаетесь написать, и вдруг задумались на пару секунд, и он попытается запроцессировать этот gradle файл, то он сразу вам скажет, что у вас там все плохо, вы не умеете печатать, не знаете методы. Поэтому реимпорт нужно отключать. А в остальном все очень живо работает. Да, наверное, нет. К сожалению, я не могу кликером кликать по другому экрану. Не коннектит? Что у нас здесь есть? У нас есть два примерных класса, по которым мы хотим сгенерировать наши JSON-адаптеры. Один похожий на жизнь, а другой похожий на пример на label-типов. Собственно, запустим генерацию. Gradle offline. Ну ладно. Покажу вам, что я успел сгенерировать до доклада. Нет, он начал что-то делать. It's a live. Шикарно. Вот примерно, что у нас получается на выходе. То есть… Сделаем, наверное, вот так. Нет. В общем, есть у нас класс юзера, у которого есть три поля. ID, int, string, username string и zedmin boolev. Мы нагенерили, собрали информацию о всех типах, которые присутствуют в конструкторах. Точнее, о всех полях. Для каждого поля достали JSON-адаптер. И потом просто сгенерировали метод, который записывает это все в JSON. Достаточно straightforward, скажем так. Если вы работали с JSON-райтером, мы сначала пишем имя, а потом пишем сам объект. И то же самое делаем, когда читаем. В чтении есть особенности обработки nullable типов. То есть все по умолчанию мы сохраняем… А видно вообще нормально? По умолчанию мы все сохраняем в nullable поля. Но если в конструкторе эти поля реально не nullable, то мы в двух местах это можем поймать. Если нам реально из сервера пришел null, мы об этом расскажем. И если у нас ничего не пришло из сервера, и это поле у нас null осталось при инициализации, то мы тоже выбросим ошибку компиляции… Ошибку парсинга, точнее. Вот. Таким образом… Ну и это nullable. А, вот nullable типы. Вот здесь мы видим, что, например, nullable типы, они просто пытаются попарсить из JSON то, что есть. Если там null, то будет null, все хорошо. А если у нас тип не nullable, то мы будем кидать exception. То же самое происходит вот здесь. Могу показать еще кусок с код-генерацией. Он выглядит достаточно просто. Для наглядности это просто конкатенация стрингов в Kotlin. То есть мы добавляем некий набор импортов, который мы заранее вычислили. Потом мы собираем информацию о нашем коде и пишем методы, которые именно отвечают за написание и за чтение от JSON. Ну, вот как-то так. То есть лучше всего в продакшене так не делать. Это сделано для наглядности. В случае, если вы захотите сгенерировать ваш код, то я очень рекомендую библиотеку Kotlin Poet от Chocofus Square, которая занимается тем же самым, но только с классным типо-безопасным API. И типа не в смысле типа, а в смысле type. Что хотелось бы сказать в завершение. Важно понимать, что метадата — это не вся информация о том коде, который у вас написан на Kotlin. И это лишь дополнение. То есть часто вам придется обращаться для получения каких-то данных о коде, о телах методов, например, в Java API и работать с элементами. Это не страшно. В метадате вы сможете получить всю информацию о, например, системе типов Kotlin, о дефолтных значениях. И так далее. Если у вас на вооружении есть такой мощный инструмент, то логично предположить, что вы можете в одном annotation процессоре поддержать сразу генерацию Kotlin файлов и Java файлов. То есть если ваш проект сугубо на Java, то вы можете сгенерировать Java файлы. Если вдруг вы где-то в вашем проекте находите аннотацию метадата, значит этот файл был написан на Kotlin, значит вы можете под него написать, сгенерировать код на Kotlin. Довольно удобно. И возможно даже я знаю один проект, который этим пользуется. Что-то по обработке пермишенов. Permission dispatcher, кажется, который называется для Android. Очень важный момент в том, что, как и все в последнее время библиотеки для Kotlin экосистемы, библиотека Kotlin X Metadata пишется с прицелом на мультиплатформенность. То есть там есть отдельно API в common модуле и есть отдельно API сейчас для JVM. Потому что в принципе только для JVM есть нормальный тулсет для обработки аннотаций. В дальнейшем сейчас в разработке идет еще тулсет для JSON, в смысле для JavaScript. И будет еще для Native, что позволит вам писать мультиплатформенные какие-то коды-генераторы, если вам это будет нужно. И скорее совет именно про генерацию кода. Вы видели здесь, что у нас нормального API, которое, скажем так, в привычном нам императивном стиле получает информацию о типах, нет. А есть только визиторы. И с этими визиторами очень сложно рассыпать всю информацию, которую вы собираете, вот по этим огромному количеству вложенных коллбеков. Именно поэтому имейте отдельную модель, которая будет отражать структуру того кода, который вы процессите. Это вам поможет и с той точки зрения, что вы можете разделить отдельно парсинг и сбор информации от генерации кода. Раз. И два. Это вам поможет, если вы захотите провалидировать все, что все правильно. Аннотация на правильных типах, в аннотациях правильные параметры и т.д. и т.п. Вот. Мы с вами поговорили о кода генерации и об annotation processing именно в контексте кода генерации. Но хочется сказать, что на этом мир не сошелся, и можно по-другому их использовать. Один из подходов — это генерация и изменение байт-кода. Для этого вам придется написать уже не annotation процессор обычный, а, например, Gradle плагин или Kotlin плагин. Но, тем не менее, получать информацию вы будете тем же самым методом. Из аннотации metadata парсить подбав. Вот это вот вся чепуха. Как я уже говорил, вы можете валидировать код. То есть если вам не нужно ничего генерировать, например, но аннотации у вас служат такой абстракцией, не знаю, чек-стайла, еще каких-то внутренних проверок того, как устроен код, либо это конфигурация сторонней системы, написанная в коде. Благо Kotlin позволяет это делать за счет DSL. Вы можете это тоже сделать с помощью этих инструментов. И в контексте, так, приблизившись немного к мультиплатформенной разработке, у нас есть такие инструменты, которые позволяют, например, из TypeScript-тайпингов сгенерировать Kotlin-овские сигнатуры для того, чтобы использовать JavaScript-овые и TypeScript-овые библиотеки в Kotlin.js. То же самое у нас есть для натива. Мы можем из C-шных хеддеров сгенерировать Kotlin-овские интерфейсы и экстеншены для того, чтобы использовать в Kotlin.native. Но бывают и такие ситуации, когда вам нужно в обратную сторону, интеропиться. То есть, например, у вас… Вы очень любите Kotlin, и вы пишете в библиотеке для C на Kotlin. Почему бы и нет? Или то же самое с JS. Но потом хотите это использовать уже на платформенном языке. То есть на JS, на TypeScript-те, либо на C-шке. Вам нужно в обратную сторону сгенерировать тайпинги, либо хеддеры. В принципе, вы можете тем же самым методом это сделать. Вы можете взять все ваши методы, распарсить сигнатуры, разобрать это все по полочкам и сгенерировать только уже не Java-овый код, а JavaScript-овый или TypeScript-овый, или C-шный хеддер. Вот как-то так. Для того, чтобы собрать побольше информации о теме, если вам это интересно, во-первых, протобаф спеки читать не обязательно, будет очень мелко. Слайды тоже будут скоро доступны. Спецификация протобафа, которую я приводил в середине доклада, там вы можете посмотреть, что вообще происходит внутри, как это все дело разделено на протобафные части. Либо сгенерировать свой протобафный компилятор, если вам очень хочется. Это библиотека Kotlin Metadata, которая написана Евгения Морлетти. В ней как раз-таки пример представлен API более привычного для императивного программирования. То есть вы просто разбираете ваш класс, и у него отдельным методом получаете все тайпараметры, отдельным все конструкторы, отдельным все методы. Довольно удобно. Сама библиотека Kotlin X Metadata для ваших дальнейших экспериментов. Тикет, который отвечает за то, чтобы привнести более удобный API именно в эту библиотеку. Можете поставить звездочку и потрекать его. В этом репозитории сейчас нет кода, но после доклада, сегодня или завтра, тот код, который в докладе представлен, будет туда выложен. И в принципе проект родился из продуктовой задачи, потому что мы не могли перейти быстро с JSON на Mosh. Например, в Mosh есть уже кодогенерация GSON адаптеров, точнее Mosh, type адаптеров. И в принципе я планирую развивать эту библиотеку для тех, кто не может так шустро перейти на Mosh. Также подключайтесь, если есть интерес. Собственно, та самая библиотека Kotlin Poet, которая будет вами использована, если вы захотите генерировать Kotlin Code. Это гораздо лучше, чем писать многострочные текстовые куски в Kotlin. И доклад, на самом деле, на ту же самую тему, который был на Kotlin Conf внезапно 3 дня назад от Зака Свирса из Uber. Он большую часть доклада, как раз он, точнее, свой доклад посвятил первой библиотеке. Библиотеке от Евгения Марлетти и о том, как с ней работать. Если, опять-таки, вам это интересно, и если API с виздерами показалось достаточно стрёмным, мне показалось, то стоит посмотреть этот доклад, там тоже будут полезные вещи. И полезные ссылки в конце. И на этом у меня все. Большое спасибо. Остались еще вопросы? Спасибо за доклад. Как обычно, интересно, необычно, хардкорно. Весь вопрос. Ранее вы говорили, что кап не умеет в рекурсию прогона процессингов. А есть ли какие-нибудь велосипеды, костыли, что-нибудь подобное, чтобы, допустим, добиться хотя бы одного прогона, допустим, изгинерить по кодный с кинонтацией какой-то файлик живой, и его просто снова прогнать? Хотя бы на один уровень вниз. Есть велосипеды на эту тему. Я вот здесь ссылку не вставил, но как раз у Зака в докладе есть ссылка на попытку завелосипедить эти мультипрогоны. То есть есть несколько чуваков, которые пытались это сделать. А сколько успешно? Вот это у меня нет информации, к сожалению. Спасибо большое. Ссылку я могу даже добавить в слайды, чтобы потом, когда слайды будут обликованы, там можно было быстро зайти в репутацию. Ну и чтобы зарезюмировать просто, мы вот все говорим про то, что код Linux версии 004, что-то за велосипедить и так далее. То есть если кратко, то все почти круто, мы это можем, но не в проде. На самом деле и в проде можно. То есть по факту чаще всего не нужно использовать несколько раундов процессинга. То есть там какой-нибудь баттернайф, он в один раунд все генерирует. Он просто собрал все, что ты написал и выплюнул адаптеры для этого. Библиотеки для парсинга JSON точно так же. Они просто проходятся, находят все датаклассы, которые ты используешь и генерируют по этому всему адаптер за один проход. То есть это нужно не так часто. И это сложно использовать в проде. А все остальное в проде использовать можно, потому что оно, да, работоспособно. Но API оставляет желать лучшего. Но не получится так, что я следующий год буду заниматься тем, что буду переписывать при обновлениях того же Kotlin X свой annotation процессор и больше ничем другим. Annotation процессор как таковой ты переписывать не будешь? Нужно будет вот этот слой, который парсит твой Kotlin файл, переписать. Вот этот API сильно меняться не будет, потому что это используется компилятором. Будет добавлен более удобный API для того, чтобы не заниматься рекурсией головного мозга. Я хотел поинтересоваться, почему вы решили перейти из гассонов в мощи. Не связано ли это с реализацией нового полей? Ну, точно, not null полей. То есть гассоны, если мы пытаемся реализовать, а этого в чассоне нет, то мы получим null. И если это так, то вы не пытались его получить, ну, исправить через адапты гассоновские, чем переходить в мощи. Если я правильно понял вопрос, ситуация в том, что гассон плохо работает с Kotlin'овскими non-nullable типами. Правильно? Да. Вот. В Mosh есть поддержка этого из коробки. Она была добавлена в версии 1.5.0, если не ошибаюсь, но она работала через рефлексию. И поэтому тянула с собой Kotlin Reflect, который полтора мегабайта и что-то типа десятка, десяток или двенадцать тысяч методов. Поэтому в Android, очевидно, его затаскивать не хотели и пытались как-то с этим жить. Сейчас сделали кодогенерацию этих адаптеров. Это значит, что просто именно по Kotlin, по вашим Kotlin моделькам будут сгенерены type-адаптеры, которые будут учитывать сразу и лоббильность полей и все остальное. И вот как бы именно это я и пытаюсь решить здесь, в этой библиотеке. То есть GSON из коробки работать с Kotlin не умеет, через рефлексию работать с Kotlin тоже не умеет, а вот адаптеры загенерить в принципе можно. И сами адаптеры будут знать, какой тип nullable, какой не nullable. То есть руками это то же самое, что ты бы руками написал все type-адаптеры для всех своих моделек. Просто все не хотят это делать. Это затратно. Но ведь у нас есть информация о том, что поле nullable, то есть когда Kotlin генерирует начал класс, ну white code, то он добавляет аннотацию, а not null. И собственно эта информация у нас есть. Мы могли бы написать какую-нибудь nullable адаптер для GSON, который бы просто проверял. То есть такой вариант как бы работает, но почему так не попробовать. То есть обойтись одним адаптером, который внутри себя просто кешировал для каждого класса. И нам как бы не пришлось бы все время рефлексировать и не пришлось бы там создавать какие-то классы. Я понял. К сожалению, это не единственная проблема, которая у GSON. То есть он точно так же не умеет разбирать, например, дефолтные значения и не может отличать лист от mutable листа. И вот эти вот все вещи, которые сукубо-котлиновские. Поэтому одним nullable адаптером тут не ограничишься. Но можно попробовать. Я этим не занимался, честно говоря. А разве, извиняюсь, что еще раз, разве параметры помолчания это как бы не другая проблема? То есть как бы это же не относится к GSON? Почему нет? Ну потому что мы пытаемся идентифицировать. Как бы в Яве, если взять такое, как бы это уже другое. То есть какой-то класс. Мы могли бы точно так же какой-то класс в свою модельку создать и вызвать его, допустим. Ну нет, можно в принципе в присядку прыгать по-разному. Но тут ситуация такая, что если вы в билдере описали дефолтные поля каким-то образом, ручками, то присвоить дефолтное значение можно. А если у вас GSON, который берет модельку из сервера пришедшего, и там у вас поле отсутствует или поле null, и генерирует дата объект, по этой модельке, пришедшей из сервера, то там у вас будет дефолтные поля на уровне Java. То есть для численных полей это будут нули, для булевых полей это будут фолксы и так далее. А все то, что если ваша моделька написана на Kotlin, и там написано дефолтное значение в конструкторе прямо, то это все будет игнорироваться, к сожалению. Так просто выглядит внутри сгенеренный код Kotlin, что он смотрит там на маску для того, чтобы присвоить эти значения. И этот конструктор не будет вызван GSON, потому что GSON вызывает конструктор по умолчанию, который без параметров. Спасибо. Давайте выберите вопрос, который вам больше всего понравился. Вот это вот я забыл как раз сделать. Вы можете выбрать того, кто вам больше всего понравился. Да, давайте последний. Последний был хардкорный. Хорошо. Но очень настойчивый и поэтому… И вам сертификат. Ого. Спасибо большое. Спасибо. Давайте поблагодарим. Всем большое спасибо. Спасибо.